Всех приветствую, NullSuite Online, 20.00, как обычно, каждую пятницу мы проводим обзор основных фьючерсных рынков и также смотрим на сделки публичных трейдеров, рассматриваем новости, которые предстоят на следующей неделе. Всех поздравляю с первой полноценной торговой неделей сентябрьского контракта. Было достаточно много интересных моментов, мы сегодня их рассмотрим. И, ну вот, как бы страсти накаляются. На следующей неделе по новостям ожидается также от штатов такая немножко волатильная активность. И GDP в среду, 24-го числа. Потом отчет по строительству домов в понедельник и Jobless Claims в четверг. В общем, практически до пятницы все четыре сессии будут на открытии, либо там 9-10 часов с каким-то отчетом важным. Поэтому вот среда и четверг самое, которое нужно выделить. Следующее. По остальным странам, в вторник считается Китай и Германия по индексу деловой активности в производственном секторе. Вот. Аналитики просчитали, что будет, в принципе, показатель такой же, как и прошлый. Вот. Также во вторник забыл сказать базовые заказы на товары длительного пользования по штатам. Следующее. И индекс деловой климаты IFO Германии. Ну, это в среду. Значит, у нас получается такая вот неделька. Ну, среда-четверг будет немножко кач, поэтому сроженько, особенно на GDP и Jobless Claims на открытии штатов. Вот. Смотрела по отчетам компаний. Никакие гиганты не отчитываются. Вот. Каких-то сверхотчетов не ожидается, поэтому ждем. Ждем отчета по GDP. Фомка на этой неделе уже была и все видели, какие колебания создавали на рынке. Ну, в общем, сегодня это все выделим и обязательно рассмотрим возможные сценарии на следующую неделю, с какими уровнями лучше работать. Так. Теперь у нас трейдерс рейтинг. Напоминаю, что абсолютно любой трейдер может принять участие и транслировать свои сделки в этом рейтинге. Здесь абсолютно открытый доступ. И вы можете следить за сделками других трейдеров в этом рейтинге, то есть вплоть до копирования сделок, то есть через AutoFollowDesk. Буквально две минуты, как это сделать. Вы, к примеру, выбираете тикер RTS за неделю. К примеру, берем вот так. И вот у нас лидер на этой неделе. Сергей 343. Три сделки и три в яблочко. Вы нажимаете Connect в эту кнопочку. И там уже в настройках, параметрах выставляете все сделки копировать, не все. То есть там уже идет такая гибкая система. Затем вам нужно в окне ордеров активировать это подключение. То есть сделать его активным. В окне ордеров там в менюшке найдете. Так. Рейтинг за эту неделю. Так. Выставлено все верно. Насчет Сбербанка. Напомните, когда будет тикер по RTS. Затронем мы Сбербанк вместе с Газпромом. Так. Ну вот круто отстоял покупку Goodfellow. Да. Вот. В принципе, вход, конечно, сомнительный. Ну, так как ожидалось сброс и тех, и других. Поэтому, в принципе, еще до минимума понедельника ниже уже не стоило бы держать эту покупку. Вот. Ну и закрылся тоже вкусно и неплохо, в принципе. Вода тоже второе место заслужена. Ну, я думаю, что те, кто уже и в курсы прошли, и различного, ну, по уровню сложности подготовку нашей компании, то в понедельник, либо в среду уже было понятно им. И вот вода. Крывал, конечно, он там чуть-чуть смазан, но, в принципе, пока держит позицию. Единственное, он не послал без убыток, и это плохо. Так. Север тоже. Вот вторник понял, что надо затариваться. Да, здесь есть реальные счета, они среди всех, вот. Поэтому, ну, к сожалению, но среди трейдеров распространенное вот такое, как бы, отношение к трансляции своих личных сделок именно с реала. То есть не все, как бы, решаются вот именно свои личные сделки из сериала транслировать, там, сглазят или еще что-нибудь, ну, различного, различное мнение, вот. Поэтому я их прекрасно понимаю. Так. Ну, это мне просто BNW 063, буквально вот закончил стажировку. И, в принципе, вот мне очень приятно, когда студенты такие сделки вытворяют. Так. Заслужено. Четвертое место. Клим. Клим и Шартилл покупал S&P. Ну, в общем, активный трейдер. Есть хорошие сделки, есть не очень. Ну, посмотрим, последим. Карлос. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Были опасные, конечно, моменты. Вот. SkyOne зашел 18-го числа. Ну, в принципе, там 17-го числа такие создали движения, что, я думаю, относительно этих уровней поработать на покупку было бы неплохо. Поэтому вот как раз и взял SkyOne там покупку. Вот. Либо вторник, как раз после понедельника, либо вот четверг были неплохие для этого моменты. Рюрик, вот, собственно, и Лукрам. Как-то не уверенно себя чувствую пока на рынке, но посмотрим. Ну, собственно, те, кто зашли на buy, они и лидеры. Рейтинг по RTS. Сейчас проверю. Так, контракт тот. Все нормально. Что бывает, еще не все тикеры переходят автоматом на сентябрьский. Вот. Некоторые еще могут быть на Юньском. Значит, RTS. Сергей, 343. Шорт. Потом до заливка. Практически на том же уровне защита локации. Как раз зашел второй раз. И выход полностью из позиции. Перед выходными отлично. Так, второе место. Вот это Run Drows. Постарайтесь более как-то адекватно торговать, потому что по 3800 контрактов бессмысленно такие делать номера. И здесь просто бесконечное количество сделок. Ну, я как бы не советую продолжать в таком духе транслировать сделки. Буквально 5-10 сделок в неделю вполне хватает, чтобы отличиться и показать свое умение. Макс. Если не ошибаюсь, один из тех, кто завершил июньский контракт либо в тройке первой, либо в пятерке. Billion Pro. Вот так вот читается логин. Ну, в общем, немножко некорректный вход, на самом деле, по шорту. Здесь маркет прет наверх и против поезда зашел. Ну, собственно, пришлось теперь такую просадку высиживать. Но без убыток выставлен более-менее адекватно. Ну, хорошо, посмотрим. Rx. Отлично. Stop Loss есть. Дальше стоит в шортах. И вот видите, как раз пришли к минимуму недели. И там мы рассмотрим, сейчас выделим уровни. Ну, то есть не минимум недели, а локальным экстремум. Так, финн. Так, здесь и шорты, и покупки. Ну, в общем, раз, два, три, четыре, пять. На что месте? И Маркуша тоже постоянный участник. Вот такую вот продажу сотворил. Потом такую покупку. Какая-то сомнительная активность. Так, вот, Сварошич. Десятка первая по РТС. Потом рубль. Ну, насчет реальных, я же говорю, не все решаются на такие движения. То есть, прям вот транслировать свои сделки. Реальных счетов достаточно, но в паблик никто так уж откровенно не открывает трансляцию. Так, судя по всему, на рубле на этой неделе было не скучно. Значит, Ред Ту потихонечку, потихонечку на шортиках коротеньких вышел в лидеры. Маркуша вот сражается уже второй день. Пока вот 390 пипсов. И Карлос аккуратненько зашел на бай. И, скорее всего, по системному лимиту он вышел плюс 76 пипсов. Ну, а остальные так, по стоку-поскоку. Либо нулевые, либо реальные счета. Ну, а вот на рубле достаточно счетов открытых. Вы можете смотреть. Интересно, на Газпроме Сбербанке были. Так, Драгон. И Хапачо. Хапачо. Так, Евро. Ну, бесспорно и похоже, что лидер. Пират 98. Сейчас полотильный был еврик на этой неделе. Тяжеловато даже график масштабировать. В общем, вовремя перевернулся. Реверснул позицию на уровне 14.40. Кажется, 14.35. И, тем самым, вышел в лидеры. Плюс еще бы в стоп-лосс увидеть бы. Было бы вообще классно. Так. Активный трейдер. Постоянно в рейтинге. Неплохо закрывать недели. Пару сделок проскакивает эмоциональных. А так, в принципе. Так. Мик. Мик. Основная часть плюсовых. Это за 17-е число покупка. Остальное все. Пробуй, пробуй, пробуй. ВФ43003. Пожалуйста, введите свой ник. Есть хорошие сделки. Но ни аватарки, ни ника нет. Ничего. Life is so short. Со своим уже привычным нам котом на аватарке. Так. И Карлос. Стоит без убыток. Отлично все. И в шортах по еврику. Ну, вот 13-28, 13-12, 15. Надо было этот уровень мониторить. И как раз вот там есть один момент, который нужно было для себя зафиксировать. Реальные счета в отображении. Отображаются без отображения общей суммы кэша и отображаются не D и цифры, а по-другому. В зависимости от брокера, в зависимости от подключения. Так. Пират 98 на фунте. Бесспорный лидер. Вот. Покупочка. Хорошо сопровождал. И даже по делу фиксировал. Вот. Частично. И вышел по делу, как и учили. Вот. Ну, в общем. Так. Потом шортец. И тут должен стоять на самом деле стоп-лосик. А тут стоит дозагрузка. Напоминаю. Нужно стоп-лосики выставлять. Карлос тоже отлично. Потом нулевая. И остальные в убытке по фунту. И давайте еще посмотрим сейчас. Нефть. И золото. И начнем. Так. Карлос в шортах. И это хорошо. Потом золото. Никто не опоздал. Идет запись. Вы сможете посмотреть в записи взор. Напоминаю, что семинар, вебинар, который был в среду. И вебинар, который был в понедельник. Ну, через неделю, через две к тому времени. Они есть в записи, но не в открытом доступе. То есть, если вам интересно их посмотреть, либо вы не успели, напишите на education почту. Вам тогда откроют доступ именно к этому видео. Ну, и те, кто планирует идти на профкурс, который будет в начале июля. Если вам нужна как раз эта лекция, пишите на почту, что вот не увидел, не был. Хочу в записи посмотреть, тогда вам откроют. Так. Золото. Здесь активизировались трейдеры. Викинг. Вот так вот новый трейдер показал нам, как нужно работать на золоте. Активно практически каждую сессию старается закрыть в плюс. Карлос. Как он успевает на этих всех рынках. То есть, мы уже практически каждый тикер включаем, и там есть Карлос. Скорее всего, это командная работа. Чуется мне. И это хорошо. Пират 98 тоже вот в троечке. Ну, приятно, когда студенты все-таки успешно начинают работать. Юра тоже лидер по ЦМЕ, если не ошибаюсь. Или, да, по ЦМЕ за июньский контракт. Дизель. Вот так вот. Но остальные по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так. Ну, что ж. Приступим к обзору. Канадский. Скажу, там очень мало трейдеров на канадском. И в основном трейдеры торгуют публично на активных и популярных инструментах. Начнем с S&P. Здесь я специально добавил июньский контракт, склейка двух контрактов. Мы сегодня как раз рассмотрим потенциально, какие уровни нам важны в ближайшее время. Итак, S&P попрощался. Либо же это повторная атака. Вот 21-20. Этот массив. Здесь мы уже были не раз. Вот была защита этого уровня. И следующая локация на сопротивление 21-25, 21-30. Ну, пока вот с этой локацией у нас уже это получается второй. Вторая ситуация. Вот здесь был даже не вторая. Да. Ну, если не учитывать этой, то это получается вторая защита со стороны селлеров локации 21-17, 21-20. Но в новом контракте, вот как видите, крайне активно расширили котировочку красно-север. Вот это что, ну, как бы заставляет немножко задуматься, какие потенциально… Какой тренд, хотя бы в ближайшее время, вполне может быть, буквально там со следующей недели начнется, например. То есть, так как переходят со второго контракта на новый, здесь, ну, как бы позиции все именно на открытие сделки, не на там фиксацию, не на дозаливку, либо частичное фиксирование. Поэтому, в общем, вот этот весь поток объема пока вот создал импульс на север. И самая ликвидная сессия 1 650 000 18 числа, ее стоит отметить. Относительно нее и будем ориентироваться, потому что самая топовая ликвидность вчера прошла. И если в понедельник-вторник будет уж жестко защищать этот диапазон со стороны селлеров, то могут, в принципе, там в ближайшее время и не уйти выше на север, а там каким-то боковичком помучать трейдеров. Ну, в общем, летний контракт, он не самый классный, либо же самый трендовый. Всякие ключевые такие моменты обычно случаются осенью, либо весной по S&P. Поэтому давайте еще отдельно новый контракт посмотрим по сессиям. Итак, начали активно уже загонять объем 12 числа. Из понедельника вот 1 200 000. Неплохо, в принципе, начали каждую сессию расширять коридор выше и выше. Вот пятница пока зависла, но по личному опыту и статистике после такого импульса сессия на флете – это распространенная такая модель. То есть пятница висит в боковике, причем не сильно активно возвращаются на 21 00. Ну, пока вот 12.22. Посмотрим, как закроется пятница. Если в районе вот этой локации, то, скорее всего, есть шансы на северное движение. И у нас, так сказать, небольшой такой уже массив сформировался, как бы возьмем, как ядро нового контракта 84.93. Вот этот вот участок мы выделим. То есть могут еще тестировать, но желательно, чтобы его не пробили. Тогда есть шансы на север. В противном случае пробитие вот этого коридора. Ну, а затем уже просто контрольное 20.75. Тогда уже мы, скорее всего, будем наблюдать... 13.50. Нисходящую динамику. Теперь посмотрим на дельте. Как видите, все сессии, кроме 16 и 18 были на стороне селлера. Вот. Похоже, что пытались все-таки шортить в начале контракта. А вот этими импульсами на север они, похоже, возможно, даже стопы вырывали у продавцов. Ну, я говорил, что первые три сессии обычно мучают жестко. То есть пока они не вырвут куда-то движение, будут грузиться. И по ликвидности у нас как раз меньше всего было 16.00 и топовая сессия 18.00. Я думаю, что там вполне могли вырвать стопыри у понедельника-среды. То есть там, где грузились перед фомкой. И подгрузить как раз уже на тренд. Поэтому вот диапазон 21.08-21.16. Относительно него будем ориентироваться на следующей неделе. Давайте еще возьмем отдельно Штаты. Посмотрим. И отдельно по Штатам. То есть это непосредственно с 8.30 без Европы. Вот у нас такие уровни. Как видите, 16.00 и 18.00 числа практически одинаковое количество дельты на бай. То есть, да, вот похоже, что одни и те же структуры там фигурировали. Ну, уровень не изменился. То же самое. В принципе, если коридор пятницы на следующей неделе будут байеры поддерживать и не пускать ниже пятницы, это будет неплохой признак, неплохой знак на спрос и, возможно, даже движение на север. Так, сейчас мы посмотрим, открытый интерес. У нас он уже 2.549. Ну, как бы не топ, но вполне уже набрали позиции участники, что как раз и подсказывает о скорейшем начале тренда движения сильного. Я помню, что добавили второй таймфрейм. Вы можете на основной интервал, например, 15 минут, 15-минутный график накладывать профиль там, вот как я добавил за day, то есть за сессию. Очень удобно, советую использовать. Облегчает работу и уменьшает количество модулей, которые нужно открыть, чтобы мониторить макет. Так, значит, основной ликвид, конечно, сформировали на максимуме недели. Вот у потолка, давайте зафиксируем этот момент, 21.16 и 21.08. Как я уже говорил, это ядро текущей недели. То есть за 2 неполных сессии объема набрали в коридоре намного больше, чем за остальную часть недели. Второе по рейтингу, 2 ликвидность, я бы даже захватил его 20.81, по 20.74. Тут бесспорно поддержка, то есть этот уровень грузили во вторник очень активно и очень жестко. А вот такой вот волатильности плотной, плотная волатильность, это хуже не бывает. Значит, второе ядро И, уже третье по классу, но тоже нужно выделить, это обязательный уровень, это среда. Как вы заметили, 20 баксов наверх, 20 баксов вниз и еще раз 20 баксов вниз, а потом на север. То есть это манипулятивно посбрасывали всех, ну плюс еще фомки вдобавок. И вот возьмем 87 по 94 коридор среды. В общем, тут наказали многих. И Европа послушная уже с открытия в четверг уходит на север. Значит, саппорт, который ближайший массив, это тоже. И вот в спешке до загрузка, как контрольный коридор, выделить обязательно. 2105, 2100, это коридор теста. И это number one пока, вот уровень, который должны удержать в понедельник и в пятницу, в принципе, не пробить его. Тогда еще есть шансы на проложение севера. Так. Ну, в общем, вот такие уровни. Присматривайтесь к ядру четверга. Это самый активный коридор, где плотненько-плотненько набрали объема. И вот, в принципе, если не смогут пробить, то, возможно, мы увидим нисходящую динамику. Пробитие же 20-16 подтвердит стремление раздуть мыльный пузырь еще больше. То есть, ну, по фонке было ясно, что только осенью выключат станок, либо его как-то по-другому начнут называть. Но пока его не выключают. То есть, и процентную ставку никто не повысил. То есть, это как раз зеленый свет. Вот когда повысит, тогда уже будут какие-то быть, могут быть кардинальные изменения. Значит, видите, как позже переходит, позже, чем S&P. ФСХ на новый контракт только 18 числа начали заливать объемы уже на новом контракте. Ну, в общем, придерживаются правил, придерживаются технических каких-то уставов на бирже. Поэтому как раз вот уже официально переходят контракты, они начинают размещать. Ну, а старый контракт, там, в принципе, волатильность устроили под закрытие. Поэтому там ничего интересного пока нет. И посмотрим сейчас всклейки со старым контрактом. Значит, ну, 34.13. Это уже крайняя точка к последней блокпост поддержки. В принципе, даже особого объема здесь не оставили много. Массив, относительно которого ориентироваться нужно на ближайшие пару недель, это вот 34.35, 34.55. Это вот массив, который сейчас наиболее проторговали объемными сделками. То есть, постараются удержать выше коридора. Есть шансы на восстановление. Посмотрим. Так, и защита. Вот я бы взял этот массив. 35.85 по 35.55. На сопротивление первый уровень. То есть, если уходит ниже 34, я думаю, что это уже будет откровенно подсказка на слабость Евросоюза, Еврозоны в экономическом плане. И там также раздувает мыльный пузырь с этими низкими процентными ставками. Я читал какую-то статью, мне сбрасывали, то есть, что вот этот печатный станок делает с экономиками стран. Там очень такие факты были, хорошая статистика по изменениям в экономиках Португалии, Испании, Италии. Так. Вот коридор сопротивления, который на DAXE очень объемно отпечатался и по гистограмме. И поддержка. Вот здесь уже 4 сессии. Если брать с 8 числом, тут 4 раза уже поддерживают. Стараются не густить ниже 10.800. То есть, 11 уровень преодолели и либо это остепенились и пытаются заталиться. Но, как видите, пока по сравнению с ликвидностью, которую может выдать DAXE, просто идут постоянно на хорошей ликвидности сессии. Ну, как не аномальные, но системные. То есть, каких-то жестких смещений по ликвидности пока на DAXE не обнаружено. То есть, будем ждать. Ну и РТС. Собственно, пришли мы до российского рынка. Так. Опять же, склейка. Двух контрактов. Июньский и Новый. Обратите внимание на период, где в каждую сессию активненько работали. Вот эти вот коридорчики. Раз и два. Обязательно стоит выделить. Здесь ежедневно практически ликвидностью забрасывали фьюч. И так же само, в принципе, было и по... Сейчас мы подтвердим Сбер и по Газпром. Как раз тот период, ну, практически. То есть, не особо, но есть все-таки там. Вот. Ликвидность 13 здесь. Как раз эти туры не осилили. И немножко вот поддерживали здесь. То есть, ну, мы еще рассмотрим Сбер отдельно и Газпром. Вместо пары валютных фьючерсов как раз поменяем на Сбер и Газпром. Значит, ликвидненько проработали 95-ю. И коридор я бы выделил вот 94-300, 95-300. Вот. Коридор очень ликвидный в новом контракте. Вот так вот зафиксируем. Значит, поддержка ближайшей 91-500 по 92-500. Тут три сессии как раз топовая ликвидность была в тот период. Это номер один поддержка. Поэтому, если будут стараться удерживать фьюч выше данного коридора, есть шансы на нарост. Ну, и 96-я плюс там 500, это как раз вот сопротивление. Соточка это стратегический уровень, поэтому его обязательно нужно осилить. Сейчас ликвидность есть, ну, как бы не топовая, но это настораживает. То есть, крупняк еще как-то как такой прям уж увесистый пока еще не запрыгивал на фьюч. То есть, на фьюч это не отобразилось. И вот в этом коридоре 96-92-500, как видите, уже целую неделю удержали. Выход, собственно, за рамки этого коридора и будет являться триггером. Ну, учитывайте, конечно же, вынос топов. Без этого никак. Вот, собственно, как выглядит новый контракт. Вроде очень активно ушли с 88-й и вот среда четверг на 94-300, 95-300 зависли в три сессии. То есть, это стоит выделить и коридорчик 95-93-300 взять на вооружение. То есть, это как ориентиру. Куда постараются в следующей неделе вытолкать фьюч? В принципе, на той стороне, на стороне этих участников нужно работать. Значит, поддержка, которую вот в новом контракте сформировали 90-200-91-500. Это уже крайний вариант. И 88-3, восьмерки 2-0. Я думаю, тут бесспорно уже последний блокпост. Посмотрим, как закроется S&P, посмотрим, как закроется нефть в пятницу. И уже корректируйте относительно данных по закрытию недель на рынках, которые влияют на движение RTS. И там уже чуть-чуть подправите и уровни, и сценарии. Так, сентябрь без клейки на текущей неделе. То есть, первые сессии, вот как видите, были на байерах. Вот самая ликвидная сессия как раз пришлась на байера. Такая же сразу по ликвидности сессия ушла в продажи. Причем, как видите, даже дельта 17 тысяч и тут, и тут. То есть, какие-то вот две стрёмные сессии получились на RTS. Прям, может, дельта даже одинаковая. Вот. И тут, скорее всего, вырвали стопы у селлеров, которые в среду запрыгивали. Вот как раз вот уровни. И эти баймаркеты вместе с шортами, которые дозагрузили в 95, 100, 96. Давайте я выделю. Вот две сессии, коридор прям вот плотненько проработали. 94, 95, 100. Видите, здесь очень практически по всем ценам идут шорты. И сегодня снова дельта на шорт. В общем, пока вторник, среда, вот за 93, просто как ориентир, вот пятницу пустят или нет. И будем следить, потому что вот из пяти сессий, три на продавца и откровенно. Ну, то есть, это видно. Так, я надеюсь, успокоились. Участники в чате. Открытый интерес. Вот что я хотел показать. Значит, это вместе с прошлым контрактом, то есть, показатель количества сделок сейчас не топовый. И почему? То есть, возникает вопрос, почему не открывают позиции, почему не активные участники, то есть, возможно, ждут все-таки какой-то отчет, либо же выхода из коридора по нефти. Скорее всего, я как раз вот склоняюсь к варианту, что ждут, куда определится нефть, и тогда уже будут заходить. Поэтому эти существенных количества участников, либо ликвидности на РТС пока нет. И толкать котировку, собственно, нет смысла. Поэтому будем ждать крупный объем, либо же массового открытия позиций. Так, и спекулятивные уровни. Ну, бесспорно, ядро недели это 94.200, 95.00. Такой вот агрессивный уровень сопротивления 9.35.0 по 95.900. В четверг прям утром набросали кучу объемов и даже протестировали, защитили коридорчик. И вот, собственно, осталось только 93-ю осилить. И тогда уже с покупками лучше быть аккуратнее. В 93 такой контрольный уровень, даже искал тестовый понедельник. В понедельник первые такие сессии, первые объемы контракта были на Байере. Даже закрылись очень объемно. И со следующей сессии прямо шли на покупку. То есть это достаточно радовало. Но, как видите, пока в коридоре 95.00, 95.900, 93.94. Вот поддерживают. Здесь уже вот пятница как раз закрылась. Раз, два, три раза уже 93. По 93.500, 93.600 поддерживают. И этот уровень стоит выделить. Сейчас я его зафиксирую. Тут массив, тут вечерка загрузилась. Причем, кто внимательно следит, может заметить, что в 21.00 49 тонн зашло по рынку на РТСе вот как раз ночью. То есть, либо сбрасывали селлеров, либо кто-то вот втихую зашел, исходя из информации, которая там по штатам прошла. Обратите на это внимание. Они заходили как раз на... Создали импульс на бай. И пока вот не пускают ниже 93.00, поэтому есть шансы. Скорее всего, это связано с боковиком по нефти. Ну, в общем, будем следить. Сбербанк и Газпром Сбербанк. Здесь у нас не фьючерс. Будем рассматривать как раз вот стак. И выделим для начала уровни тактически важны. 69.00, даже возьмем вот 70.00 коридор по 69.00 поддержка. Тут дозагрузка была после выхода из 67.00. Вот две сессии ликвидненько, причем ликвидность топовая за этот квартал. И поддержали буквально вот недавно. Поэтому 69.70 это уже такой тильт, алерт. То есть этот уровень, если пройдут, дела плохи. И покупать пока эту акцию не стоит. Сейчас еще вот двойной уже локейшн 71.72 на формирование площадки. То есть, в принципе, если не пустят ниже 71.72, есть еще шансы на движение. Но, как видите, как бы это не подтверждается уровнем ликвидности. Уровень ликвидности тут. И уровень ликвидности здесь, как бы пониже стал. Ну, нужна. Сейчас мы рассмотрим на коротком таймфрейме. В общем, аномальных объемов выбросов не обнаружено пока на сбере. То есть, посмотрим. То есть, какие-то существенные изменения не прошли. И вот сейчас мы возьмем 74.75.5. Тут, судя по всему, какая-то одна организация, либо же структура по 75.5 работала. И по 74. Там, может даже через неделю, но один и тот же уровень они грузили. То есть, вот, видно по массивам, которые я выделяю. И защита была на 74. Прямо 2 сессии аккуратненько этот уровень протестили и не пустили выше. Поэтому это коридор номер один на сопротивление. То есть, если вы ярый, то есть, ну, buyer, вам нужно этот коридор пройти. И в противном случае, если снова будут защищать и не пускать выше, могут быть проблемы с покупками. Ну, а для тех, кто только ищет возможность, 71.72 нужно защитить. И тогда уже можно думать о таргетах. И, ну, 84.75.5 – это первый такой вот блокпост проблемный. Напомню, что появилась возможность, есть поток агрессора уже и по акциям российских компаний. Поэтому вы видите уже непосредственно вот это произошло 8 числа. Так, тот диапазон, который мы выделили, 71.73, 72.5, он фактически каждую сессию шел. То есть, вот начинаем, берем вот этот момент, вот этот коридор. Все сессии шли на стороне buyer. То есть, поэтому этот location как поддержка на акции. И будем следить, если получится у байеров удержать этот уровень, то мы увидим движение на север. В противном случае, если удуть ниже, я бы рекомендовал повременить с открытием сделать на buy. Пока, ну, могут и сбросить байеров до 69. Но, если будут сбрасывать, дождитесь, пока вернутся опять в этот массив и начнут опять грузить покупки. 15-минутный интервал, где он, где он, где он, где он, вот. То есть, обязательно учтите, не забудьте, что уже агрессор есть и по стакам. Это очень-очень большое преимущество. Так, аномальные объемы. Вот, собственно, по 72-й. 16-00 выстрелил. 16-30. Так, и 71-я. Да. И вот, еще тут полчаса сильно атаковали. Ну, собственно, объемы-то и объемы, что здесь необычного. По акциям, ну, то, что любят круглые цифры, цены, это человеческая лень вбивать в терминале 73.12. Не 12, а какие-то там другие, например, 15, 73, 15. Просто 73 бай. То есть, и выставляется алгоритм, пока вот на 73-й будут, тогда он начнет покупать. Человеческая лень, поэтому 74-73 здесь, как даже 71-72, видите, то есть, как раз вот круглые цифры, и все прообъемили очень сильно. Ну, собственно, нужно дождаться, пока вот доформируется локация. Скорее всего, ждут выхода по нефтянке, и тогда уже будут принимать решение. Что хочу сказать, вот у нас в 16.30 нагрузили объемчик. Очень часто, вот как раз непосредственно в 16.30, видите, здесь в 16.00, простреливают крупные объемы. Этот защитили, не пустили выше. Ну, пока вот такая тенденция последние 2-3 сессии на снижение. Ну, посмотрим. Уровни выделены. Осталось только дождаться следующей недели, и как будут с открытия работать на фондовом рынке. Это «Газпромиус». Так, ликвидка, которая прошла 29.05, уже мы не раз зафиксировали этот момент, 39.41, поддержка. Это уже понятно, здесь и ликвидность прошла, и уровень важность защитили. Дошли до уровня сопротивления. Пока вот был момент опаски, что не смогут осилить, но тот факт, что они все-таки второй раз уже атакуют 147-ю, говорит о возможном пробитии этого диапазона, и пойдем пробовать 150-е. 4 сессии на максимумах, если взять чисто за лето, вот этот весь период, это максимум, и они там 4 сессии спокойно торгуются, причем идет ликвидность ровная, без всплесков. Вся ликвидка такая огромная прошла, вот в начале лета, в конце весны, как раз 139-141, это поддержка, 130-143, как до загрузка байеров и защита, вот, но объем прошло. Ну, остается только 149-150 пробить, и будем щупать 150-е. В противном случае, ну, могут быть, конечно, колебания до 143-е, если уйдут ниже 143-е, я бы советовал повременить с покупками и подождать, пока определятся и восстановятся. Это тоже важный уровень, 151,5-154. Здесь, как видите, очень много и очень долго формировали котировочку, то есть, массив, поэтому это сопротивление важное. На Газпроме по дельте ситуация такая. Значит, 9-го, 06-го, 144-ю, 146-ю, вот этот коридор, работала банда покупателей. Поэтому 144-ю, 146-ю, пока вот за ними и будут защищать уровень, есть шансы, что все-таки пойдем на 149-ю, 150-ю пробить, пробить и закрепиться в районе вот этого массива. В принципе, вот задача номер один для байеров. пробьют этот диапазон, ничего хорошего это не подсказывает. Еще раз были байеры 15-го числа, и вот 148-я, здесь печаленько зашли селлеры, но пока существенно не изменили котировку, что очень-очень хорошо для именно непосредственно сценариев на покупку. И рубль и евро. Сейчас мы рассмотрим. Это уже отдел валютных фьючерсов. Так, затянули немножко уже. Так, 56-я по 55-ю. Все очень плотненько, но вот уже три сессии в новом контракте. 4 пятерки 0, 55850. Это ядро нового контракта. Сопротивление 56800 с открытия, как напали на котировку, так сразу отбросили ее на 55-ю. И, в общем, уровень поддержки ниже 55-й, вот до 54-й 800. На споте... Сейчас... Это выглядит таким образом. На томике 519 тонн вот было сегодня. И даже были какие-то продавцы 15-го числа. Будем следить. 54-й, 50-й и 55-й тут на этих ценах орудовал селлер 15-го числа в понедельник. Думаю, что необходимо даже выделить уровень 55-й, 50-й. Три пятерки. Это уже финансисты, я думаю. Разе анекдотов делаю таким на уровне 55-й, 50-й. Значит, селлеры поработали тут, защитились. И селлеры поработали тут, пока вот не пробила пятница этот уровень. Поэтому вот номер один уровень сопротивления. Ну, поддержку пока вот все-таки защитили 53-й. 10-й, 53-й, 60-й. Это вот уровни на споте по рублю. Ну и, соответственно, что делать на фиче с этими уровнями вы, я думаю, разберетесь. Давайте посмотрим уровень ликвидности. Сейчас, что там у нас даже не ликвидности, а по активности. Barrel Graphic. Ну, в общем-то, так. Это по новому контракту. Давайте посмотрим склейку. Да, евро буквально вот за рублем будет. Раз. Два. Значит, поддержка в районе 55-й, 54-500 здесь мы уже выделяли неоднократно. И массивность в районе 56-50 5-850 уже раз, два, три, четыре четыре раза. На такую три-четыре раза не получается у них пробить этот диапазон. Опять же, скорее всего, коридор сформирован, исходя из ожидания, что будет с котировкой нефти. Вот. Как только станет ясно, кто управляет нефтью, это понятно. как бы, но вот куда сейчас толкнут нефтетрейдеры стоимость за баррель черного золота. В общем, выход из этого вот коридор и вот этот пинг-понг мы сможем завершить только в случае, когда с нефтью, я думаю, будет более яснее ситуация. евро. Евро, 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 евро. Где ты? Так. Ну, кто-то же управляет. Тот, кто из золотом управляет. Спросы, предложения, естественно, Дмитрий. Вы что, не знали? так еврик в общем давайте сделаем вот так вот вот даже вот прям напросилась такая вот линия, кстати кто еще не знает, можно здесь уже рисовать очень давно ждали в общем дождались так, на этой неделе мы были на 1.14, что где-то месяцев 2-3 назад казалось нереальным но это есть и фактически если еврик 1.13 не бросит и 12.35 этот уровень будет неплохим диапазоном проверки активности байеров я думаю, что тогда будут шансы очень высокие на пробитие 1.14.50 и вот этот левел вот эти две сессии плюс вот 1.14 вот главное, чтобы не ушли ниже вот этого массива они его формировали достаточно долго и здесь бросили все силы как видите на тренд пока вот активно удерживают и в рамках тенденции остаются уже достаточно долго даже можно 12.30 вот так взять массив очень плотный очень долго по времени его грузили больше чем две недели поэтому все внимание на уровень четверга если пробьют на следующей неделе то шансы, что мы пойдем на 1.16 очень высокие в противном случае возврат в эту локацию и там очень длительное время будет находиться это как раз будет плохим таким признаком спроса поэтому аккуратнее если такой сценарий будет 1.11 1.11.40 до загрузка после вот этой вот активности здесь еще один уровень поддержки 6.b не будет мы ими по как говорится поменяли на сбербанк и газпром идем на дельту ну немножко затронем фунт просто уже час идет обзор вот такая вот ерунда у нас прошла на еврике а так в принципе с 8 числа даже можно сказать сначала июня активно активно проявляют себя байеры и в четверг в принципе там тоже вот все-таки победили покупатели и вполне есть большие шансы что пятница на самом деле вырывает стопы у покупателей ну как-то уж и объема мало и дельта на стороне селера посмотрим активная активность давайте еще дельту пониже поставим да в новом контракте видите здесь не такая уж высокая ликвидность и вот коридор байеров 1.13 1.12.45 вот тут прямо через сессию по тем же самым уровнем работали и ну в общем если ниже 13 не пусть от полней шансы на рост и фунт по просьбе Алексея значит напомню в среду будет открыта лекция вступительная в рамках профкурса и не пропустите в 12.00 будет интересная тема пока не скажу значит заходят и судя по всему это еще не предел в каждой сессии участников все больше был пробит максимум за квартал и это неплохо в принципе значит уверенно держат тренд ну вот который начался на фунте сейчас посмотрим на профиля ликвидность топовая пришлась конечно же на 17 18 число 17 как раз понадобилась ликвидность чтобы пробить вот этот агрессивный уровень сопротивления преодолеть как говорится точку невесомости и 18 ликвидность на то чтобы закрепиться грубо говоря на орбите и не упустить котировку на продажу 58 потому что там соляра скорее всего жестко атаковали фьюч ну вот собственно уже сколько две сессии висят поэтому если понедельник тоже не особо будет рад продажам то есть не будет даже пытаться пробить 58 либо же 56 80 57 20 ну могут еще этот уровень протестить как раз до загрузка и вполне шансы на продолжение восходящей динамики если уйдут ниже вот этой 17 сессии вот этого коридора тогда уже все то есть 56 это плохой знак для положения тенденции бренд бренд рад да л 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 итак как видите поддержка в районе 61 давайте точно выделю 6160 по 62 20 вот здесь неоднократно нефтетрейдеры затаривались на бай нефтянкой и коридор уже так давненько установили 6470 6580 удерживают особенно вот целерах раз два три три раза и вот эти вот сессии последние я даже не считал то есть это номер один сопротивление то есть если пробивают 6580 это будет неплохо и для ртс и газпром ну и там уже за ними потянется сбербанк если все таки атакуют сейчас вот 6160 6220 как видите пятница торгуется на минимуме недели относительно 64 ушли в продажу то есть если на следующей неделе пробивают краску 6160 последний блокпост это не есть хорошо и для роста на российском рынке тоже будет под вопросом поэтому все внимание можете даже алерты поставить на в этот левел и на этот для нефти это вот сейчас контрольный диапазон light sweet таком же ракурсе ведет себя более как бы сдержанно и вроде как напрашивается на рост но все 820 710 вот у нас коридор бакс не пускали ниже причем как здесь нагрузили вот в районе кажется апреля да и уже раз два три 4 5 6 7 сессий 7 торговых сессий тут талились не пускали выше и такой же самый диапазон как и на бренде вот сформировали только по 60 60 15 полтора бакса ну давайте возьмем 60 с половиной 61 более так плотненько не пускают раз два три 4 5 6 7 всю неделю на этой седьмая ситуация не пускает выше 61 с половиной 60 с половиной то есть пробитие этого коридора вызовет нера массовое открытие позиции на всех рынках потому что за этим часы наблюдают в общем вроде как по технике на каждый минимум все выше выше но опять же это нефть и будем ждать ставьте алерты на эти уровни и как только выйдут из этого коридора особенно вот этот уровень очень много чего скажет нам и по тренду и по направлению это не флаг сужается это новый контракт по light sweet ликвидности ну сейчас сравним с прошлым контрактом немного ликвидности в новом контракте плюс опять же 60 60 с половиной сезон лето то есть лето крупная рыба тоже отдыхает летом ездит позагорать поэтому ликвидность обычно летом падает но не то что падает прям катастрофические цену системно снижается потому что того или иного участника нет до того миллионера нет то есть поэтому это нормально и сейчас вот волатильность чуть под упала но опять же вот это ключевые уровни по нефтянки обязательно за ними следите и золото под конец обзора вот такой вот маневр устроила золотая котировка 11 82 1172 ну давайте более четко возьмем массивы более точно плотненько проработали нас 1176 нет 82 вот прям как-то уж подозрительно плотно и что еще взять нужно внимание это смотрите как агрессивно уходили в четверг со следой то есть практически еще чуть-чуть и получился чтобы гэп между сессиями и четверг был вообще на ликвидке такой сильный относительно все недели то есть и пятница пока висит на максимуме неделю если что с ликвидкой проблемы тут уже селеры защищали раз уровень 12 00 чисто тактический стратегический уровень и вторую сессию уже висят на этом уровне то есть есть шансы что пойдут на север это в том случае если не пустят ниже 1195 1190 вот я бы взял этот массив для ориентирую и атаковать им придется вот как раз до 12 12 это коридор вот этого массива который на практически длительное время на три недели толкнул маркет в продажу потом у нас макушка 1230 1220 тактически те кто в покупках будут стоять это вот еще один возможный коридор где могут селеры себя проявить заметим что за весну ну за квартал здесь вот в районе 11 72 76 неоднократно поддерживали котировку и вполне шанс на зарождение кого-то тренда вот посмотрим как на следующей неделе gdp в следующей неделе jobless claims на следующей неделе индекс деловой активности в германии евро секторе и в китае заметили финансисты которые ну достаточно долго наблюдают за ситуацией в китае экономикой очень много показателей о замедлении как раз вот указывают и это невозможно не заметить поэтому если там уже падает экономика даже не падает а идет немножко замедление то что уже говорить о евросоюзе и штатах значит всем спасибо что пришли до встречи на следующему стрит онлайн запись будет на канале youtube подписывайтесь вам придет сразу ссылочка на просмотр в среду в 19.00 открыта лекция приходите ну и всем всего хорошего хороших выходных и попутного тренда до свидания пока